Что я заметил на наших оздоровительных занятиях? Что люди, вот если ты специально на это внимание не обратил, то люди любое упражнение, любую практику обычно делают с какими-то пальцами, которые условно, без обид, ладно, можно назвать пальцы-крючок. Почему пальцы-крючок? Потому что это естественная форма, понимаете? Естественная форма – это природы, это как-то замкнуться в себя, уйти в центр, превратиться в шар, потом в маленький мячик и потом в точку, понятно, да? И поэтому, если мы на пальцы не обращаем внимания, то в старших возрастах наши пальцы начинают сжиматься и крючковаться. И поэтому я вижу, ну, как я уже сказал, на каждом занятии и упражнении. Поэтому, сейчас слушайте, интересно, поэтому я очень часто прошу людей, занимающихся, с которыми я работаю, распрямить пальцы. Ну, кажется, да, вот что может быть понятнее и проще этого. И я каждый раз вижу одну и ту же картину. Сейчас ее увидите и вы тоже. Как пальцы-крючок превращаются… Вот человек распрямил пальцы, смотрите на мои пальцы. Во что они превращаются? Они превращаются в пальцы-гвозди. В пальцы-гвозди. В чем идея таких пальцев-гвоздей, вы можете понять прямо сейчас. Вот возьмите пальцы, распрямите и напрягите их. Напрягите. И вы почувствуете, что вся энергия, которая вообще у вас была, она ушла в пальцы. То есть, в чем парадокс? В том, что когда мы делали… Не могли делать с пальцами-крючками упражнение «Е», почему? Потому что не было циркуляции, пальцы-крючки прекращают циркуляцию. Не только в пальцах, а вообще по всему нашему телу. Итак, пальцы-крючки мне мешают заниматься и оздоравливать людей тем, что они прекращают циркуляцию. А пальцы-гвозди, которые вы сейчас тоже попробовали, я надеюсь, попробовали, нет? Они что делают? Они тоже ее, по сути дела, прекращают, потому что направляют нашу энергию строго в пальцы на периферию. И отсюда у нас есть какой выход? Правильная форма пальцев рук? И вот смотрите, вот сама даже фраза «правильная форма пальцев рук» она про что? Про то, чтобы пальцы пройти в гвозди. Потому что правильно – это ровно, правильно? Вот гвозди, гвоздь, вот чем хорош гвоздь? Тем, что он ровный и тем, что все гвозди одинаковые. К гвоздю можно применить принцип правильности, а к пальцам нет. Почему? Потому что в пальцах должна быть не только правильность и примизна, но и жизнь. И поэтому сегодня я хочу, чтобы вы не ушли из этого видео без формы пальцев. Я ее показывал во всех видео, просто я не акцентирую на этом внимание, так как сейчас. Это проводящие пальцы, которые, смотрите, помогают нам в общей циркуляции и не притягивают к себе лишнего тонуса, перекрывая нам упражнения. Или если можно их практиковать в жизни, то и не мешают нам в жизни. Понимаете? Вот эта форма пальца, смотрите, это тот же самый физиологический сгиб. Помните, мы искали его в коленях и с помощью него выпрямляли поясницу, с помощью него убирали сутулость, с помощью него работали со сколиозом позвоночника. В каждом пальце он тоже есть. В каждом суставе пальца, смотрите, в каждом суставе пальца можно найти физиологический сгиб. Что такое физиологический сгиб, можно, конечно, прочитать в медицинских справочниках, в Википедии, а можно просто почувствовать. Это тогда, когда палец прям, но не напряжен. Это точка расслабления пальца. В пальце можно найти, вот в каждом суставе пальца, этот физиологический сгиб. И тогда, смотрите, у нас рука превращается в другую форму. Это крючок? Это гвозди? Нет. А что это? Это форма, которую можно назвать условно, конечно, формой чаша. Смотрите. Вот китайская чаша. Я могу этой чашей померить свою ладонь. Вот моя ладонь надежно держит чашу, не сжимает ее, надежно держит, чаша не упадет, не упадет, и при этом пальцы не напрягаются. Убираем чашу, оставляем пальцы. Если нет китайской чаши, не проблема. Вы ее посмотрели в этом видео, берите мыслеформу чаша. Мыслеформа чаша работает не хуже, а даже лучше, чем чаша, потому что мыслеформа еще более легкая и полезная для проводимости наших нервных окончаний. Итак, мы получили идеальную форму руки. С этой формы можно делать любое упражнение, любое упражнение, любую практику. И мы добиваемся этой формы, тех целей, которые я обозначил в начале видео. Смотрите наши программы, не пожалейте лайка на видео и поделитесь нашим каналом с хорошими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok